Всем привет, это Кризалис. Не опять, а снова мы с вами становимся свидетелями масштабного воровства налогов граждан, невиданных до сели масштабов. Хотя, кого я обманываю. Автор рассказывает свое субъективное мнение. Компания Vesta Шляхбуд выиграла подставной тендер у компании Буден Вест Инженеринг. Шо? Опять? Сумма тендера 294,5 миллиона гривен. За эти деньги подрядчик, десятилетие доказывавшие свой непрофессионализм и непригодность, выполнит капитальный ремонт полутора километров дороги по улице Эдуарда Фукса в Кривом Роге. Заказчиком выступил департамент капитального строительства Днепропетровской областной государственной администрации. Изначально упомянутые, очевидно, коррумпированные чиновники изъявили желание потратить 333 миллиона гривен. Именно на такую сумму был объявлен тендер. Ёбушки-воробушки. В нем, как уже упоминалось, участие приняли две фирмы. Одна из Днепра и одна из Кривого Рога. Днепровская компания, согласно данным аналитической платформы U-Control, пилит налоги граждан с 2017 года, хотя создана в 2015 году. В Кривом Роге она еще ни разу не выигрывала ни одного тендера, поэтому, очевидно, не выполняла никаких работ. Называется днепровская компания Будинвест Инженеринг. Исходя из данных на сайте Прозора, в тендере эта фирма участвовала лишь с одной целью. Украл, выпил, в тюрьму. Чтобы торги состоялись. Ведь если бы на тендер подалась только Веста Шляхбуд, то без второго участника у нее бы ничего не получилось. О, курьба! Для победы Вести нужен кто-то, кто сыграет с ней в поддавки. Такая фирма нашлась. Да ладно! То, что ее участие было эффективным, можно легко понять, взглянув на аукцион, где для победы участники должны снижать цены на услуги. Так вот, Будинвест не захотела уступить ради победы на тендере. Вам не кажется это странным? Хотя, что может быть странного в том, что чиновники сперва не хотели переходить на систему Прозора, а после придумали, как ее обходить и продолжать миллионами воровать наши налоги. Ну что в этом странного? А почему нет? Ведь people have it. Согласитесь, мы с вами это схаваем. Я вот поверещу на видео. Вы повозмущаетесь на кухнях, а после как миленькие заплатим еще налогов, чтобы было из чего сжировать жуликам в чиновичьих костюмах. Ну так-чин и так. Что касаемо компании Веста Шляхбуд, то тут мало что изменилось за последние 10 лет. Эта фирма создана двумя людьми. Бывшим мэром Любоненко и бывшим ментом, а сейчас гангстером в законе, одесским предпринимателем Сардаряном. Кстати, если вы смотрите это видео, пока идите в маршрутке, то вероятнее всего вы именно Одесситу заплатили за проезд деньги. Ведь кроме Весты, у одесского бандита в нашем городе, благодаря дружбе с бывшим мэром, очень много зон влияния и интересов. Например, Севертранс. Фирма, которая вопреки законам и здравому смыслу, регулярно выигрывает торги на оказание транспортных намеков на услуги для горожан. Но так как это выпуск не про маршрутки, а про дорогу, давайте продолжим по теме. Итак, что же мы получим за 294,5 миллиона гривен? И сколько вообще стоит километр дороги в Украине? Для начала давайте установим точку отсчета, по которой будем равняться. Согласно данным Министерства транспорта, те дороги, которые строят нам турки, укладывая все согласно нормам и ГОСТам, словом, качественные дороги высшей категории обходятся плательщикам налогов по 20-25 миллионов гривен за километр, несмотря какой год и участок. Речь идет про две полосы в разных направлениях. В Кривом Роге будут обустраивать полтора километра дороги. Цена 294,5 миллиона. Вы в математике хорошо разбираетесь, а то, честно признаюсь, я гуманитарий, ну или слишком ленив, чтобы разобраться с царицей наук. Но давайте попытаемся. Итак, две полосы дороги Зеленский нам строит за 20 миллионов гривен. Но это не точно. По улице Эдуарда Фукса четыре полосы в одну сторону и столько же в обратную, то есть всего восемь полос. Значит, нам нужно 20 миллионов гривен умножить на восемь. Нет, конечно, это я вас проверяю. На четыре умножаем, и тогда у нас получается 80 миллионов гривен. На четыре, потому что там полосы по две полосы, короче. Плюс еще полкилометра, это 40 миллионов гривен. Итого, если бы дорогу нам строила не сгнившая от коррупции Веста Шляхбута, а скажем, какая-то турецкая фирма, то мы бы с вами заплатили 120 миллионов гривен. И имели бы высококлассную дорогу, выдерживающую огромную нагрузку в любые погодные условия. Но нам так не будет. У нас воры сидят в мэрии и облгосадминистрации. Они хотят воровать, а не дороги делать. Ну, или мне одному так кажется. Вы можете возмутиться, дескать, при чем здесь мэрия Криворожская, если заказчик область? Так если бы область не вошла в коррупционную синергию с нашими чинушами, то ни за что бы не отдала треть миллиарда гривен явно коррумпированной фирме по высасыванию денег из нашего бюджета. Ну, так чин и так. В общем, мы же все равно все это схаваем. Никто верещать особо не будет, поэтому давайте примем это как данность. То, что по меньшей мере 100-150 миллионов гривен из этого тендера будут тупо, нагло украдены и расфасованы по карманам избранных нами воров. То, что дорогу эту нужно ремонтировать, это факт. Посмотрите, как она выглядит сейчас. Едва ли не на каждой полосе движения есть ямы, ухабы и выбоины. Канализационные коллекторы утоплены вовнутрь. Системы ливневой канализации уже давно забиты и забыты. Пешеходная инфраструктура выглядит так же ужасно, как бюллетень во втором туре мэрских выборов. Поездка по этой дороге в общественном транспорте – это сплошное удовольствие и вибромассаж всего тела. Да, впрочем, на легковых автомобилях та же история. Подвеска гремит, все болтается и разваливается, едва ли не на ходу. Стоит десяток другой раз проехать по этой дороге. Сегодня официально начались подготовительные работы. Срубили деревья, чтобы сделать паркоместа. Извлекли бордюры, чтобы установить те, которые через год разрушатся, как это было на улице Рзянкина. В общем, воровство, ой, в смысле освоение денег идет полным ходом. В тендерной документации указано, что официальный доход фирмы Веста Шляхбуд – миллион двести тысяч гривен. Они почти благотворители, так много задач перед ними, а в карман официально положат лишь лям двести. С них же и налоги заплатят, не со всей же суммы платить. Как же круто все-таки придумана, схема просто восхитительная, одношаговая. Тупо воруют, ну или воруют тупо, решайте сами. Главное – не верещать, а то это распугивает воров, заставляя их нервничать, сидя на пачках украденных у нас денег. Ну а на этом все, спасибо, что были с нами, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал. Мы еще пока готовим к выходу видео о том, как Веста Шляхбуд ворует деньги на прочистке ливневок. Должно быть интересно. Ох, и еще. Там под предыдущим видео меня с Ширеем сравнивали и просили публиковать документы, подтверждающие мои слова. Ребят, я вам называю источники, откуда узнал о том или ином факте. Все в публичном доступе. У кого есть гугл и желание, тот может найти без моих скриншотов. Если вам так интересно, гуглите. Я нагуглил и у вас получится. И еще раз напоминаю, в описании есть ссылочка на телеграм-канал Вырыщить. Там публикуются намного оперативнее, намного в большем объеме видео и аудио и в общем новости. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать ничего интересного. Кстати, сразу предупреждаю, там чаще всего пост-ирония. То есть фактические данные смешаны с юмором для того, чтобы было просто немножко легче все это воспринимать. Потому что если я вам буду каждый день рассказывать, как нас с вами обманывают, я думаю, ну, долго мы не вытерпим. А юмор продлевает жизнь. Пока. А все остальное, что такое? Отлукавляем. Что такое? А все остальное, что такое?